2017 год является юбилейным в дипломатических отношениях Китая и Владивостока, поэтому открытие Генерального консульства КНР в России – событие историческое. Сегодня мы являемся свидетелями возвращения Генерального консульства Китая в наш город. Это событие давно ждали, и оно символизирует начало нового периода, долгой истории отношений между Владивостоком и Китаем, отношений динамичных, взаимовыгодных и по традиции добрососедских и дружественных. В 1897 году, 120 лет назад, в нашем городе впервые начал работу официальный представитель китайского правительства – коммерческий агент. Несколькими годами позднее возглавляемое им ведомство получило статус Генерального консульства. Благодаря представительству несколько десятков лет между государствами решались важнейшие дипломатические вопросы, а сегодня эту функцию возложили на нового Генерального консула Янь Ваньбина. Будучи генеральным посолом, я осуществляю глубокое чувство гордости и большую ответственность в технологической миссии. Поддержать коллегу в начале пути во Владивосток приехал чрезвычайный и полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй, который приветственную речь зачитал и на китайском, и на русском языках, а также дал хорошую рекомендацию на своего коллегу Янь Ваньбина. Вы вполне можете рассчитывать на его работу, на его усилия, на благо укрепления нашего делового сотрудничества, на благо укрепления нашей традиционной дружбы. Ранее ближайшее отделение Генконсульства Китая было в Хабаровске, а необходимость создания Генерального консульства здесь, во Владивостоке, созрела уже давно. В особенности, если учитывать то, что в прошлом году Приморскую столицу посетили 370 тысяч туристов и бизнесменов из КНР. Исторически консульство должно быть в Владивостоке. Мы счастливы, мы очень рады. Это способствует развитию наших отношений, а также облегчает нашу работу туристических компаний и тех, кто работает в этом направлении, в бизнесе с Китаем. Это очень хорошо, мы просто рады и счастливы этому. Генеральное консульство КНР во Владивостоке стало пятым по всей России. Оно будет решать дипломатические отношения не только Приморского края, но и Сахалина, Камчатки, Магаданской области и Чукотки. Таким образом, Владивосток занял важную позицию в международном сотрудничестве на Дальнем Востоке. Представители обеих стран призвали к более тесному диалогу во всех сферах деятельности. Ну и, конечно, добрая часть отношений и новых договоренностей сложится здесь, на неформальном приеме, когда люди из разных стран и из разных сферах деятельности договорятся друг с другом о чем-то новом в неформальной обстановке. Правда, для некоторых событие стало прекрасным поводом встретиться со старыми друзьями и партнерами. Ефим Семенович Звенятский с Цзывэннанем не виделись 20 лет, а при встрече договорились о новых гастролях Театра Горького в китайский город Дунин. В Харбине в провинции Хайлунзян откроется конкурс. Обязательно приезжайте. Хорошо. Спасибо. Выставки, картины и галереи, а симфонические оркестры, амариинские, я думаю, что это просто стезя для развития сотрудничества. Вы же знаете, что культурный диалог более быстро может решить вопросы, чем политические иногда и экономические разные связи. Поэтому ура, ура, ура с открытием. Основными направлениями сотрудничества России и Китая продолжают оставаться экономика, образование, транспорт, туризм, спорт и гуманитарные контакты. Но все собравшиеся уверены, с появлением официального генконсульства КНР во Владивостоке этот список значительно вырастет. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.